Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я вам расскажу. Я живу в Турции, перевожу на русский язык здесь наши местные новости. Все, что может быть интересно иностранцам и туристам. Посмотреть, что на самом деле здесь думают, чувствуют и что интересует турок. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и мы приступаем. Шторм и смерч в Анталии в последние дни просто разносил все в округе. Был сильный ветер, торнадо был замечен на видео и дождь топил улицы. Ужасный катаклизм, который накрыл буквально на несколько дней ту зону Турции. Очень много было, назовем так, страшных, не очень приятных видео оттуда. Также были затоплены некие подземные переходы, машины. В общем, было очень много ущерба имуществу людей и причинен вред здоровью. Также было землетрясение в 4,8 баллов. Проходило оно на днях в Мраморном море в Балыки-Сире в 21.40 вечера. И один мужчина поддался панике в Балыки-Сире, выпрыгнул со второго этажа, получил травмы, несовместимую с жизнью и, к сожалению, скончался. Очень многие люди напугались. Все думали, что, возможно, это то страшное землетрясение, которое ждет Мраморное море и Стамбул в частности. До Стамбула отголоски тоже дошли. Люди в крайних районах прибрежных, кто возле Босфора живет, чувствовали толчки, я тоже вычувствовала. Но они такие слабенькие, дошли. То есть трясло хорошо, но очень короткий промежуток времени в районе 5 секунд я ощущала. Конечно же, сразу началась паника. Это все очень чувствуется. Все люди наготове, все напуганы, ждут. И, конечно же, вот я в этот момент смотрела телеканал ТРТ Хабер в прямом эфире. Сразу же позвонили эксперту по географии, по землетрясениям, которые делают предсказания все эти научному сотруднику. Он сказал, да, это наш разлом, который мы ждем, но немножко в другой стороне, далеко от Стамбула. Это землетрясение может произойти, но есть надежда на то, что будут выходы скопленной этой энергии в 4,5 до 5 баллов. Потрясет какое-то время, но большого грандиозного землетрясения в 7 с лишним баллов может не произойти. Конечно, это радует, дает какую-то надежду. Посмотрим, как оно будет. И хочется отметить, что да, последние две недели очень часто землетрясение в 4, больше 4 баллов, 4 до 5 баллов в разных отраслях вообще страны Турции. И в Мраморном море на этом разломе, и в центре Турции, и также в Кахраман-Мараши, в Газиантепе, в той стороне. В общем, Турцию периодически все еще потрясывает, интересно, что будет дальше, какие прогнозы. Но, в общем, люди не расслабляются, вот поддаются панике. Вот в этом землетрясении в Балаке-Сире я отмечу, что многие люди не вернулись домой ночевать в тот день, они жгли костры, остались на улице. Вообще-то, если что, как бы холодно, ну не зима, а весна началась, но климатически еще довольно-таки холодная погода. Не очень приятно все это, да? Неутешительно все это, конечно, звучит, очень тревожно. Посмотрим, какой будет у этого результат. Из таких криминальных местных новостей в Бурсе 22-летняя турчанка, она находилась на 9-м месяце беременности, на минуточку, и имевшая на данный момент уже 31 привод в полицию судимости ранее за кражи, за нападение. И она знала четко, что есть закон, что беременным или имеющим маленьких грудных детей женщинам положена амнистия, их не должны задержать, их не должны посадить в тюрьму, проводить суд. Зная все это, эта девушка 22-летняя, напомню, уже с таким опытом большим, она ворвалась в квартиру к одной семье, совершила нападение и вынесла из квартиры ценных каких-то вещей, драгоценностей на сумму 500 тысяч лир, на полмиллиона. У нее вообще-то до этого уже рождены двое детей, и в этом месяце она должна родить в марте месяце своего третьего ребенка, она уже была просто на сносях, вы не поверите. Ее в итоге в полиции отпустили под подписку о невыезде, ее не осудили и суду не подвергли. Также с 1 марта немножко о недвижимости и деньгах наших поговорим. Новый подоходный налог в Турции организовался, с 1 марта граждане Турции будут платить налог за квартиры, которые они сдают в первый раз. Согласно закону будут платить физические лица, которые получают более 21 тысячи лир от аренды квартиры и 150 тысяч лир от аренды нежилого попищения, но офиса, здания, такой вот недвижимости. Также с 1 марта собственники жилья должны будут подать декларацию в Министерство финансов Турции. Если вы продаете квартиру раньше, чем 5 лет, пока она у вас на руках, вы будете платить новый сбор, новый налог от прибыли. Он будет называться налог от прибыли благодаря тому, что это как бы прирост капитала будет считаться. И еще вводится обязательное страхование, но это будет уже к концу 2024 года, закон такой поступил, его разрабатывают, ввести обязательное страхование от стихийных бедствий для всех граждан страны. Я думаю, для иностранцев в том числе будет такое вот правильное обязательное страхование, потому что очень часто после стихийных бедствий, вот как землетрясение, наводнение, смерч и все прочее, порча имущества, у людей нечем, как бы, это должен быть страховой случай, людям нечем возмещать эти убытки. Ну, логично, да, неплохой, скажем так, закон. В провинции Турции самым высоким уровнем ожирения оказалась Аданам, по новой статистике. Самым низким показателем самые худые турки живут в Эрзуруме. И также по обновленной статистике, каждая третья женщина в Турции страдает излишним или избыточным весом. А среди вообще европейских показателей между странами Турция является просто лидером на первом месте по проценту ожирения на душу населения среди европейских стран. То есть среди Европы, если мы откроем карту, Турция просто точка по ожирению и этой проблеме. Неудивительно абсолютно, учитывая питание, национальную кухню, которая есть в Турции, очень много жареного, картофеля, скажем так, неправильного питания, сладостей и так далее. Все это, конечно же, сказывается. Перейдем к таким новостям эмоциональным и менталитета, но, к сожалению, с плачевным результатом. Эта новость, да, знаете, почему мне хочется не акцентировать внимание, когда я с ней столкнулась и увидела, у меня была первая мысль, ну, неудивительно такой менталитет, логично, что так история закончилась. Можно было предположить, что такое будет, но для людей, например, для вас, как и для иностранцев, об этом послушать будет интересно. Для людей, которые соблюдают законы или в странах, где за ПДД очень сильно наказывают, сильный штраф. В Турции тоже есть сильные у нас высокие штрафы, но как-то с отслеживанием, с наказанием, с фиксацией нарушений, скажем так, проблем, как камеры фиксируют, штрафы приходят. Но где-то недостаточно все это хорошо фиксируется. И менталитет, люди, турецкий менталитет, наобом, авось пронесет. И в районе Пендик, это Стамбул, на скоростном шоссе двигался автомобиль в час ночи, и он сбил пешеходов, которые пытались перейти дорогу. Это были пять человек в час ночи, в теме, на скоростном шоссе, где скорость 140 км в час разрешена. Просто автомагистраль. Все пятеро пешеходов погибли сразу на месте. И самое, что, когда я читала эту новость, для меня просто, вот, представляете, вы едете ночью по шоссе, и в один момент по халатности людей, которые пытались перебежать автомагистраль в темноте ночью, ну, фонарями, но все равно это не та видимость, да, водитель стал убийцей, он убил пять человек, непреднамеренно, но все же это психологический стресс, шок, травма. Физически его зажало в машине между рулем и сидением, его спасали МЧС. Третье, он с сильными травмами доставлен в больницу, и четвертое, у него нет теперь вот этой машины там в смятку, короче. Он их сбил просто как кегли на дороге. Из-за того, что люди хотели перейти как можно ближе, удобнее, захотели воспользоваться мостом пешеходным над автострадой. Я не знаю, насколько он там был далеко, этот мост, на видео этого нет. Ну, черт побери, неужели наша жизнь настолько бесценна, не нужна, чтобы таким риском себя подвергать? И, знаете, находясь на дорогах и на скоростных шоссе, которых очень много по Стамбулу, я вообще не перестаю там удивляться. Абсолютно типичная новость, я об этом думаю каждый раз, когда еду на дороге, и кто-то пытается перелезть через перила и бежать по дороге, по шоссе, чтобы сократить свой путь. Я понимаю, можешь сказать, ну, знаю, этих наземных переходов маловато, мостов пешеходных. Ну, блин, ну они есть. Если ты напряжешься, перейдешь, то есть, ну, что тебе важнее, твоя жизнь или удобство? Также про переход светофоров, пешеходных, вот этих всех историй. Просто no comments — это чисто менталитет. Так что я этой новости печально ужасной не удивлена абсолютно. Это закономерность, которой бы может очень часто что-то подобное произойти, я даже не удивилась. Жалко сильно водителя, людей, которые погибли, водителя, который в одночасье стал, возможно, инвалидом, потерял имущество, стал убийцей, и просто его жизнь разделилась на до и после. Стамбул вообще считается образовательной столицей Турции просто по своим размерам, по густому населению людей. И у нас здесь существует 60 высших учебных заведений в городе, и в которых обучается практически полтора миллиона студентов или абитуриента. Но рост экономической стоимости жилья в Турции, в Стамбуле в частности, сейчас это 55 тысяч лир, это минимум прожиточный на семью из четырех человек, когда два взрослых и два ребенка, да. Плотность населения, стоимость жилья экономическая, аренда жилья, безопасность по поводу безопасности землетрясений в том числе и так далее. Все это факторы, которые снизили интерес абитуриентов к этому городу, и настало гораздо меньше приезжих абитуриентов из других городов, кто едет в Стамбул. Количество заявок больше всего снизилось в Стамбуле, в Анкаре и в Измире, и также в южных городах, таких как Анталия. То есть жизнь и учеба в этих городах стали очень дорогими для людей из провинции. Количество квот в университетах на бюджет, оно увеличилось. Оно со 170 тысяч поднялось до 180. Это квота по экзаменам для тех, кто ЕГЭ турецкий сдает. Но при этом подача заявлений за 24-й, вот начало учебного года, 24-25 учебный год, снизилась на 25%. Это тюркстат заявления. То есть квот стало даже больше, конкуренция стала, получается, 25,5% стало ниже. То есть отток на 25,5% людей из-за экономической ситуации, тревожности экономические, ну вообще вот этих всех факторов, которые я раньше перечислила. Сегодня, 8 марта, планируется визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Об этом сообщило управление по коммуникации администрации президента Турции. Пока что прям очень много информации об этом в интернете нет. Нет каких-то карт из этого, может быть, это будет позже встреча, в общем, мы наблюдаем. Также планируются вопросы обсуждения, это было в пресс-релизе, о том, что будет обсуждаться российско-украинская война и зерновой коридор, который забросили, я напомню, еще с лета 23-го года. Также к международным новостям. 5 марта президент выступил с заявлением о планах решить, наконец-то, поставить точку в вопросе безопасности границы с Ираком. И это планируется провести летом. Будет создание коридора некого безопасности в Сирии, вот этих границ. Ну это про терроризм, про теракты и так далее. Это заявила газета «Хурьет», и Турция планирует провести в связи с этим крупную наземную военную операцию на севере Ирака. Отмечается, что по этому поводу уже были достигнуты соответствующие разрешения договоренностей на политическом уровне с властями самого Ирака и Иракского Курдистана. Так что готовимся к лету, довольно-таки тревожно, интересно. Также информация может быть интересна для вас, именно для россиян, кто с Турцией взаимодействует. В сети появилась информация, что в обновленной версии приложения Сбербанка есть возможность перевода денег в Турцию. Перевод по номеру счета в турецком банке, также и по номеру банковской карты, то есть на счет, либо на турецкую банковскую карту. В этом новом обновленном приложении Сбера в первом случае можно отправить на номер счета от 150 рублей до 10 тысяч рублей за одну транзакцию. Во втором случае от 30 до 150 тысяч рублей. Плюс еще взымается комиссия сверху, 1% от суммы, которую будут пересылать. В старом мобильном приложении на сайте Сбербанка перевод этот недоступен. Стало известно, что вчера вечером в аварию в страшное ДТП попал сын президента Судана. Он столкнулся, попал в аварию на своем мотоцикле. Произошло это в Анкаре. Его зовут Мохаммед Рахман. Он врезался в легковой автомобиль, и у него тяжелое ранение. Молодой человек находится в больнице на данный момент. А также еще сегодня было найдено и изъято самое большое количество рекордных синтетических наркотиков наркоконтролем Турции. Просто за один раз это самое рекордное количество. В ходе операции, это было в Стамбуле, было найдено 4,6 тонны наркотических синтетических средств, веществ. Это новый рекорд находки за один раз единовременно. И печальные, но очень важные новости, которые обсуждали неделю назад. И я решила тоже об этом поговорить. Новости, которые обсуждали очень многие на просторах интернета в последние дни. Это тема домашнего насилия в Турции. Точнее, конкретного насилия, острого внимания, насилия над женщинами, совершенное мужчинами. Очень много делилось внимания этим фактам в интернете, в соцсетях. Пример такой, с чего вся история началась. Первый пример. В Сакарье 53-летняя женщина, турчанка Лейла Демир ее звали. Она позвонила в экстренную службу помощи 112 и сообщила, что муж ее избил и вообще угрожает ее сейчас убить. После жалобы женщины ее мужа выехала полиция, арестовали, задержали, допросили. И в итоге его отпустили. И у него не было запрета на приближение, которое обычно, как правило, используется. Очень часто в таких случаях применяются. Через 16 дней после этого инцидента тело этой женщины было обнаружено в реке. Полиция арестовала мужа этой женщины и, внимание, сына этой женщины. Они их задержали по подозрению у них обвинения в убийство чести. Они убили, как подозревание идет, подозрение, сейчас еще это судом не установлено. Они задержаны, что они убили свою маму и супругу Лейлу за то, что она донесла властям на своего мужа, сдала его, за то, что он ее бил. Задумайтесь вообще, да? И затем уже в течение одного дня после этого случая было зарегистрировано 7 убийств женщин во всей стране. За один день 7 трупов. Это Бурса, Адыяман, Эрзурум, Сакария, Стамбул, Денизли и Измир. Женщины в итоге в всех этих случаях были убиты мужчинами, с которыми они состояли в отношениях или находились в процессе разрыва или в процессе развода. Это очень важная новость. Я немножко здесь дам личного отношения и комментария. Я хочу эту новость как бы вам объяснить. Уровень домашнего насилия в Турции очень высокий. Плюс еще два года назад Турция вышла из Стамбульской конвенции. Стамбульской конвенции Турция вышла по домашнему насилию и террору этому, абьюзу. Это очень печально. Я считаю, что эта статистика про 7 убийств в день, она просто обнародована. Это официальная статистика, которая есть всегда, и она на регулярной, постоянной основе. Вы спросите, ну почему это вот в этот момент и сейчас было в СМИ это обсуждалось? Мне кажется, что вполне возможно это некий вброс, то есть обнародование, не вброс, а обнародование официальной информации в преддверии муниципальных выборов для поднятия эмоционального всплеска людей, эмоций, чтобы они шли и делали правильный выбор в муниципалитете. Отношения, определенные настроения, либо отведение взглядов, интересов людей от каких-то других важных эмоциональных моментов, которые проходили в тот день, когда эти новости были очень подняты наверх, актуальны, и их обсуждало все турецкое общество. Вот об этом реально говорили в интернете все. Но, к сожалению, на мой взгляд, что это статистика регулярной основы, а не какая-то вспышка одного дня. К сожалению, это очень распространено, это везде много, это печально. Давайте теперь перейдем к более позитивным новостям. Хочется закончить на хорошей ноте, да, и мне просят позитивных новостей побольше. Возобновились туры к Девичьей башне. Они снова доступны к приобретению. Каждые полчаса, каждый день, выходные в будние дни с 9.30 утра до 5 вечера. С пирса Каракёя можно отплыть к Девичьей башне, к Искулесе, сделать экскурсию. Билет на официальном сайте стоит 600 лир на одного человека. Как я поняла, никакой карты музейной там не действует. Это стоимость как и для граждан страны, так и для туристов, и вроде бы даже для детей. Насколько моя была такая информация полная. Также в аэропорту Стамбула начала работу с психологической поддержкой, помощь, служба с необычным персоналом. Для людей, которые испытывают страх, тревогу, аэрофобию в частности, страх полетов, проект называется «Собакотерапевт». В первом этапе этого проекта поучаствовали 5 собак. Это кинологи и тренеры с собаками. Пассажиры, испытывающие страх перед полетом, тревогу и фобии, они могут снять свой стресс, погладив, пообщавшись, поиграв с собаками-терапевтами, которые, в свою очередь, в специальных жилетах отличительных ходят в аэропорту, гуляют, и можно к ним, скажем так, обратиться за этой помощью. Они работают в зоне международных вылетов в аэропорте Стамбула. Это такая пробная, скажем так, акция. Эти собаки, это служба поддержки, помощи, находятся в аэропорту в течение всего дня. И все пассажиры могут воспользоваться такой услугой, конечно же, бесплатно, чтобы снять свой стресс. Я вообще считаю, это прекрасная инициатива, давным-давно надо было что-то подобное вводить. Это просто супер, и как психолог могу сказать только 5 баллов, прекрасное начинание. А также, так, сегодня 8 марта, есть еще прекрасная традиция в Бурсе. Называется это мероприятие раз в год проходит мужчины в дом, а женщины на улицу в кофейню. То есть эта акция проходит каждый год еще со времен Османской империи. Традиция, ну, только в Бурсе, надо считать, вообще вся Турция должна это перенять. Один день в году женщины сидят в кафе на улицах, тусуются, общаются с другими подругами, женщинами, соседками, со всеми подряд, курят, пьют чай, кофе, общаются. А в это время мужчины выполняют их работу по дому. Так что прекрасная, на мой взгляд, традиция всем остальным частям Турции. Было бы неплохо ее перенять тоже в том числе. Я думаю, многим бы это понравилось. Ну и на такой позитивной ноте заканчиваем. Я хочу поздравить всех с 8 марта. 8 марта в Турции тоже отмечается. Желаю всем женщинам счастья, любви, понимания, поддержки. Просто светлого неба вам над головой. Пусть у вас все получается. Желаю вам удачи. Это были новости Турции. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Подписывайтесь обязательно. Пишите ваши комментарии под этим видео. Ставьте лайки и распространяйте это видео в соцсетях. Это поможет привлечь новых интересных подписчиков ко мне на канал. Спасибо вам большое за это. Скоро увидимся. Всем пока. Пока.